МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принять активное участие в развитии города и помочь Сарову стать лучше. Сотрудники Российского федерального ядерного центра выставили несколько команд на марафон для разработчиков «Город в кармане», который прошел в молодежном центре. Организаторы подготовили для участников кейсы, решение которой должно помочь справиться с основными городскими проблемами. Подробности далее. Три актуальные городские проблемы, всего 48 часов на их решение. Хакатон «Город в кармане» – это марафон в сфере информационных технологий, во время которого специалисты сообща работают над решением определенных задач. Он стартовал в России в начале июля. В нашем городе в нем приняли участие пять команд. В Хакатоне участвуют сегодня пять команд. Это студенты Саровского физико-технического института, это несколько команд, которые представляют Российский федеральный ядерный центр, вольные художники, предприниматели города. Есть команда, собранная сборная из сотрудников НИЭФ и телефонной компании «Сарова». Марафон проходит в рамках федеральной программы «100 городских лидеров», которая начала свою работу в январе этого года под эгидой Агентства стратегических инициатив в партнерстве с госкорпорацией «Росатом». Ее главная цель – вовлечь активных горожан в процессы изменения городов к лучшему. Наш город не просто стал участником этой программы, но и с проектом «Умный Саров» вошел в число финалистов. Очень важно отметить, что в эту команду в проекте входят как сотрудники ядерного центра, я как представитель городской думы, сотрудники муниципальных предприятий и городской администрации. То есть конструктивные силы города мы вбираем в этот проект. Я думаю, что со временем подключится и предпринимательское сообщество, и лидеры общественных организаций. То есть мы тоже будем их вовлекать в участие в этом проекте. Город в кармане – это первый в России марафон IT-хакатонов, главная цель которого – помочь сделать жизнь в городе лучше. На протяжении двух дней сотрудникам ядерного центра в НИЭФ и другим участникам марафона предстоит разработать алгоритмы действий, приложения и сервисы и внести свой вклад в улучшение качества жизни саровчан. Главной мотивацией является то, что вы становитесь разработчиком своего города. В первую очередь вы являетесь тем человеком, который способен сейчас поменять что-то в своем городе, именно здесь и сейчас, за ближайшие 48 часов. Командам были выданы три заранее подготовленных кейса, по которым им предстоит работать. Первый – оценка объемов мусора. Второй – посвятили организации дорожного движения в городе и назвали «Умный светофор». Третий – связан с оптимизацией графика пассажирских перевозок в городе. Мы говорим участникам, что давайте попытаемся равномерно загрузить автобусы, которые у нас сегодня находятся на маршрутах, и в то же время минимизировать время ожидания этих автобусов для пассажиров, с учетом, естественно, действующих ограничений. Это количество автобусного парка, графика его работы, транспортного предприятия. То есть вот мы предлагаем участникам подумать на эту тему, фантазировать, как собирать данные, как их анализировать, какие решения на основе этого анализа принимать. Именно этот кейс и достался Филиппу Бурматову и его команде. Участники признаются, что для того, чтобы решить эту проблему, им пришлось провести за работой всю ночь. Спали прямо в кабинете всего несколько часов. Ребята понимают, что сейчас у них есть все шансы действительно сделать жизнь горожан лучше, поэтому об отдыхе пока даже и не думают. Наша группа состоит из сотрудников ядерного центра полностью. Мы представляем разные отделения, но являемся достаточно активными гражданами, и поэтому собрались здесь решать насущную проблему для нашего города. Для решения кейса сотрудникам ядерного центра ВНИЭВ пришлось внимательно изучить все необходимые законодательные нормативы и акты, и даже проехать на автобусе по всему городу, чтобы оценить загруженность общественного транспорта. Мы анализируем данные, которые сейчас получаем со служб городских, пытаемся выработать алгоритмы оптимизации и предложить те решения, которые в будущем помогут и жителям, и городской системе транспорта соединиться, так сказать, для блага города, для улучшения нашей транспортной ситуации. Евгений Данченко также пришел на марафон для того, чтобы принять активное участие в формировании комфортной городской среды в Сарове. Он вошел в состав сборной и вместе с коллегами решал кейс «Умный светофор». Самому это не безразлично, и хочется как-то поучаствовать в своей лепте внести. И самое главное, чтобы была польза, потому что проблем, еще раз повторюсь, в городе много, их надо решать, а решать их можно как раз благодаря вот таким вот мероприятиям, которые проводятся у нас, да, и сообща. Задача перед командами стояла непростая. Разработка алгоритма, позволяющего на основе имеющихся данных о движении транспортных средств, GPS-трекеров, данных с камер видеофиксации, гибко и безопасно менять схему работы светофоров, чтобы минимизировать время в пути. Меньше чем за сутки участникам сборной удалось найти удачные решения, которые были одобрены экспертами марафона. С коллегами, проработав вопрос, пришли практически к единому мнению, что установка дополнительных видеокамер на перекрестках с регистрацией государственных номерных знаков автомобиля, да, позволит накапливать, систематизировать данные, да, на сервере, и, соответственно, благодаря либо там дополнительно встраиваемому контроллеру, либо существующим, ну, там, докупить, нужно, да, оснастись определенным оборудованием светофоры имеющиеся у нас, получится так, что мы сможем дистанционно авторегулировать движение на перекрестке, автоматически регулировать. Все свои разработки участники представят на суд жюри 5 июля. Эксперты оценят степень проработки вопроса, эффективность предложенных способов и стоимость их реализации. По итогам марафона будут выбраны три команды победителя, которые разделят между собой призовой фонд размером 100 тысяч рублей. Вступление во взрослую жизнь. Позади экзамены, контрольные и звонки на уроки. Одиннадцатиклассники простились со школой. Выпускной вечер традиционно начался на торжественной церемонии вручения медалей. В этом году награды за исключительные успехи в учебе получили более 40 выпускников. Поздравили бывших одиннадцатиклассников с окончанием школы руководителя ядерного центра внеев. Остались позади уроки, домашние задания и контрольные. Закончился школьный этап жизни. Одиннадцать лет юноша и девушки день за днем учили, отвечали у доски, участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, чтобы потом получить отличные отметки в дневнике и заветную золотую медаль. Я абсолютно уверена, что именно за такими, как вы, будущее не только города, но и будущее нашей страны, вы точно поведете ее вперед. И я искренне желаю вам новых открытий. Новых открытий в науке, новых открытий в себе, новых открытий в других людях. Пусть у вас все сложится. В этом году в нашем городе показатели единого государственного экзамена по всем предметам выше областных и российских в среднем на 3-7 баллов. На торжественной церемонии 41 выпускник получил медаль за особые успехи в учении. Поздравляя ребят, заместитель директора Фиацвнеев Юрий Якимов просил не забывать родные пенаты и напомнил, что талантливым и трудолюбивым людям всегда рады в ядерном центре. Дорогие выпускники, помните, вас всегда ждут дома. Поздравляю еще раз. Хорошего вам всего в жизни, чтобы вы были счастливы, любимы, чтобы процветала наша замечательная страна. И через какое-то время мы также гордились вашими именами, так сказать, такими, как наши были замечательные ученые. Традиционно 11-классники оставили в альбоме пожелания для будущих выпускников. Каждый из медалистов получил благодарственное письмо от администрации города и памятные подарки от ядерного центра. Среди тех, кто получал золотые медали, было много тех, кто не раз попадал в объектив нашей камеры на творческих конкурсах, научных конференциях, концертах. В прошлом году у братья Федоровы собирали портфель пятерок Росатома. В этом году показали отличные результаты на ЕГЭ и взяли направление от РФСМЕев на целевое обучение. Целевое направление мы взяли в НГТУ имени Алексеева на ядерный реактор и материалы, но также мы будем подавать документы и в Москву. В этом году в Сарове 12 выпускников показали 100-бальные результаты на экзаменах. У Антона Федорова 100 баллов по русскому языку. Все благодаря нашему замечательному классному руководителю, который является нашим учителем по русскому языку. Она очень хорошо готовит ребят к экзаменам, и вся заслуга принадлежит этому великолепному учителю. После торжественной церемонии чествования медалистов выпускники вышли на центральную площадь. Погода не смогла испортить настроение выпускника. Вместе с родителями, друзьями и учителями в последнюю пятницу июня они заполнили центр города. Выпускной бал стал для них одновременно и радостным, и грустным событием. Лучшие школьные годы прошли. Спасибо всем учителям, что вложили в нас частичку своей души. А настроение, оно прекрасное, как и этот вечер. И радость, и грусть. Наверное, особенно радость, потому что мы переходим новую ступеньку, и заступаем во взрослую жизнь. Я испытываю радость и немного в тоску, потому что все-таки новая жизнь начинается, кончается школа, новые проблемы, заботы. Предвкушаем все новое и замечательное. По традиции, с напутными словами к выпускникам образились представители городской думы, администрации и ядерного центра. Они отметили, что в достижениях школьников есть заслуга и родителей, и учителей. Вы идете во взрослую жизнь. Конечно, вам поданы биться ваши знания, но не только знания, но и терпение, но и упорство, но и трудолюбие. И мы знаем, что вы справитесь. Всего вам самого хорошего. И не забывайте наш любимый город. С праздником! Первый заместитель директора ТМФ, Арфиадсвнеев Василий Устеменко, обращаясь к выпускникам, продолжил тему выбора жизненного пути и напомнил юношам о возможностях, которые дает молодым специалистам ядерный центр. Наш институт – это большая организация, это большой научный центр российского масштаба. В нем много своих институтов, КБ, лабораторий. И в каждом из них вы найдете свое место, если у вас есть такое желание. Здесь вы сможете заниматься любыми направлениями деятельности, от фундаментальных исследований до конкретной реализации тех или иных проектов. В этом году организаторы выпускного бала сделали акцент на виновниках торжества. Они выступали на сцене и танцевали в центре площади. Флэшмоб под мелодией вальса с запуском «Вечернее небо воздушных шаров» стал одним из самых трогательных моментов выпускного. После всех торжественных речей и обязательных выступлений настало время веселья под современные ритмы. Специальным гостем выпускного вечера стал диджей Миша Кляйн из Санкт-Петербурга. 13 команд, две лиги. На центральном поле стадиона «Икар» прошли игры шестого тура чемпионата города по футболу. В одном из первых матчей встретились команда «Рфятснеф» «Буревестник» и команда «Динамо» «Воинская часть». Спортсмены обеих сборных активно играли как в защите, так и в нападении. О том, кому же улыбнула спортивная фортуна и кто стал победителем матча, расскажем далее. Всего 90 минут, чтобы доказать, что они лучшие. Давние соперники «Динамо» «Воинская часть» и «Буревестник» «Рфятснеф» вновь встретились на поле, чтобы побороться за заветные очки. Обе команды фавориты турнира, и у каждой есть свои сильные стороны. Если говорить о «Динамо», то понятно, там это люди военные, у них хорошая физическая подготовка, они хорошо бегут, хорошо видят поле и так далее. Если касаться «Буревестника», то там просто очень много опытных игроков, которые играли и за город на область. В этом году в чемпионате принимает участие 13 команд, которые состоят как из опытных игроков, так и из тех, кто только пробует свои силы во взрослых соревнованиях. КФК «Буревестник» существует уже не первый год. Изначально команда состояла только из сотрудников «Рфятснеф». Ну а сегодня футболисты «Ядерного центра» помогают приобщиться к большому спорту и молодому поколению. «Мы набрали в этом году очень много молодых ребят, которые являются воспитанниками «Дюз Шикар» местных. То есть у них вот такой хороший выпуск получился. И они вот в этом году у нас первый сезон играют за нас. Довольно-то хорошо, успешно». Особой подготовки перед турниром у команды не было. А все потому, что спортсмены играли в футбол и тренировались в течение всего года. Да и всех соперников знают давно, представляют, на что они способны. Но несмотря на это, к каждому матчу футболисты «Буревестника» подходят с особой ответственностью. «Буревестник» всегда считается одним из претендентов на победу. Поэтому рассчитываем хотя бы быть в призах. В этом году чемпионат такой урезанный. Разделили на две группы. Пять сильных команд, шесть, оставили в первой лиге. То есть каждая игра, она такая, скажем так, за шесть очков, не за три даже. Поэтому каждый матч очень напряженный. И эта встреча тоже выдалась напряженной. Спортсмены из команды «Динамо ВЧ» открыли счет уже на второй минуте. Но пропущенный мяч только добавил соперникам спортивного азарта. И через несколько минут счет сравняли. А к концу первого тайма «Буревестник» и вовсе завладел преимуществом. «Первый тайм» довольно равная игра у нас получилась. Хотя у нас было побольше, я считаю, моментов. Ну, два забили, хорошо. Плохо, что один пропустили. Стараемся больше не пропускать, побольше забить. Что касается команды «Динамо воинская честь», во время перерыва игроки также проанализировали свои ошибки. И на второй тайм вышли с установкой вырвать победу у соперника. Первый тайм, ну вот, забили быстрый мяч, потом немножко подсели, не разбери их в обороне было. Пропустили два безответных мяча. Очень печально, сейчас выровняем ситуацию, все нормально будет. Ну и во втором тайме «Буревестник» не отдал лидерство и отправил в вороту военных еще два мяча на 60-й и 92-й минутах. Не вырваться вперед, не даже сравнять счет команде «Динамо ВЧ» не удалось. Игра закончилась со счетом 4-1 в пользу «Буревестника». На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин